На Псалом 9, страница 109. Начальнику хора по смерти Лабена, Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, и в первый, второй. Псалом этот продолжителен, и это есть дело мудрости Духа. Он сделал не все Псалмы краткими и не все продолжительными, но самым размером их сообщил разнообразие этой книги, продолжительностью возбуждая слушателей от ленности, а краткостью облегчая труд. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Исповедание бывает двоякого рода. Оно есть или сознание собственных грехов, или приношение благодарности Богу. Здесь оно означает благодарность. Что же значит всем сердцем моим, со всею охотою и усердием, не только за благоденствие, но и за противное тому, то особенно и свойственно душе благодарной и любомудрой, чтобы благодарить Бога и в скорбных обстоятельствах прославлять Его за все, не только за благодеяние, но и за наказание. Этим заслуживается большая награда. Принося благодарность за благодеяние, ты отдаешь долг, а принося благодарность за бедствие, ты делаешь Бога должником своим. Кто наслаждается благоденствием и чувствует благодарность, тот исполняет должное, а кто терпит бедствие и прославляет Бога, тот приготовляет себе воздаяние. За такую благодарность Бог дарует много других благ и там и здесь, так что для нас бывают нечувствительными и самые бедствия. Никто не скорбит о том, за что благодарит Бога. Таким образом, отсюда мы можем получить еще другую пользу, избавиться от скорби. Если ты лишишься имущества и будешь благодарить, то потеря не может огорчить тебя столько, сколько радует чувство благодарности. Это тяжкий удар для дьявола, это делает душу любомудрою, это научает нас истинному суждению о вещах настоящих. Многие из людей не имеют истинного понятия о здешних вещах, потому они предаются скорби. Так, помешавшиеся в уме страшатся того, что не страшно, часто боятся предметов несуществующих, убегают и от теней. Им подобны и те, которые страшатся потери имущества. Такой страх происходит не от свойства самых вещей, а от нашей воли. В самом деле, если бы это само по себе было прискорбно, то надвижало бы скорбеть всем лишающимся имущества. Если же не всем, не всем и скорбим при потере его, то значит, это происходит не от свойства дела, но от несовершенства души. Как находящийся во мраке часто боится веревки, принимая ее за змею. Ко всему относятся подозрительно и друзей считают врагами, так и люди безрассудные. Как бы находясь среди глубокой тьмы, не знают свойства вещей, но присмыкаются в грязи и негодной травы, не считают негодную травою. Преданные сребролюбию, они не чувствуют его зловония, а если бы отстали, то почувствовали бы. Как любящий безобразную женщину, когда оставляют твою страсть, тогда ясно видят ее безобразие, так бывает и с сребролюбцами. Но как, скажешь, могу я оставить эту любовь? Обратимся опять к тому же примеру. Как любящий безобразную женщину, если беспрестанно обращается с нею, то воспламеняет в себе печь. А если на несколько времени удаляется от нее, то страсть его мало-помалу прекращается, так и ты отстань на несколько времени. Отступи немного, и это малое расстояние сделается великим. Только начни исправление. Ты имеешь лишний дом? Продай его и отдай нуждающимся, не думая, что ты теряешь его, но что приобретаешь. Смотри не на потерю, а на происходящую отсюда пользу. Не на то, что ты лишаешься его, а на то, что делаешься полным господином его там. Так и ты всегда можешь возвещать чудеса Божии. Об этом говорится в начале псалма. Между тем, человек серебролюбивый не может постоянно упражняться в этом. Он постоянно заботится о доходах, торговых оборотах, условиях, товарах, завещаниях, цене полей, цене домов, барышах и выгодах. А в них он думает и беспокоится непрестанно, потому что где сокровище человека, там и сердце его. Матфея 6, 21. Об этом говорит пророк. Об этом заботится, как слуги постоянно пекутся принадлежащим их господам. Так и он печется о принадлежащем Господу. Он заповедал, что исполнено, что еще не исполнено, оно должно исполниться. Поэтому увещеваю тебя, освободись от житейской многозаботливости и постоянно занимайся такими же размышлениями и возвещай ежедневно совершающиеся чудеса Божии, частные и общие, простирающиеся над всех и на каждого порознь. Жизнь исполнена таких чудес, из чего бы ты ни начал, с неба ли, или с земли, или с воздуха, или с животных, или с семян, или с растений. Везде найдешь обильное начало для повествования. Захочешь ли говорить о прежних благодеяниях, бывших до закона, или под законом, или во времена благодати, или после смерти, или при самой смерти, и здесь найдешь беспредельное море для повествования. Не безумно ли поэтому, при таком обилии предметов для повествования, которые могут доставить нам и удовольствие, и пользу, и благо для души, погружать ум свой в грязь, занимаясь рассказами о любостяжении и хищении. Если угодно оставив небесное, будем беседовать о земле, ее величии, устройстве, назначении, свойствах, постоянном плодородии, различных и разнообразных ее произведениях, семенах, травах, растениях, цветах, лугах, садах. Затем представим вид каждого дерева, его положение, высоту, благоухание, плоды, благовременность, употребление и все прочее. Также и самую землю, как возделанную, так и невозделанную, потому что ничто в ней не остается бесполезным, приносит она то железо, медь, золото, серебро, то ароматы и различные разнообразные лекарства. Кто может изобразить пользу вод, как пресных, так и соленых, назначение гор, месторождение различных драгоценных камней, ключи в них протекающие, деревья годные для кровли и строений. Все это произведение пустыни. Она питает и животных, и всех диких зверей. А кто может описать озера, источники, реки? Как рождающие женщины, получая запас молока, доставляют пищу новорожденным, так и земля, простирая реки и источники, как бы сосцы, доставляют обильное орошение лугами садам. Но у женщин дитя должно приблизиться к сосцам матери, а здесь земля сама простирает свои сосцы, не спуская их ко всем. Пустыня доставляет и другую пользу. Она весьма благоприятствует телесному здоровью, доставляя возможность дышать чистейшим воздухом, обозревать с высоты всю Вселенную, в уединении предаваться любомудрию и отдыхать от забот житейских. Кто может описать певчих птиц и образ жизни полевых зверей? Пустыня доставляет еще иную пользу. Она нередко служит для селения вместо стен, представляя возвышающиеся горы, пропасти и утесы. Кто может исчислить травы в ней растущие, приносящие великую пользу страждущим телесными болезнями? Если же такова польза и так много блах от пустынь и гор, то, обратившись к земле возделанной, к ее широким полям, представь, какой здесь найдешь источник для повествования. Как в нашем теле есть кости, жилы и плоть, так и на земле есть горы, долины и тучные поля, и все это приносит пользу. Но что я говорю о земле, такой огромной стихии? Если ты захочешь изобразить только одно дерево, его вид, употребление, плоды, листья, благовременность и все прочее, то и здесь найдешь обилие предметов для повествования. Также, если будешь беседовать о положении горы, о всем сюда относящемся, или о самом человеке и устройстве его тела, то и здесь найдешь неисчерпаемое море для повествования. Итак, будем упражняться в этом. Отсюда нам будет величайшее удовольствие, отсюда польза, отсюда неизреченно любомудрие. Потому и пророк, объясняя это, продолжает. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Стих 3, Псалом 9. Другой переводчик говорит, и похвалюсь. Пою имени Твоему Всевышний. Другой, воспою имя Твое. Немаловажный вид любомудрия в том, чтобы веселиться о Боге. Кто веселится о Боге, как должно, тот отвергает всякое житейское удовольствие. Что значит, возвеселюсь о Тебе? В том, говорит, моя радость. В том мое веселье, что я имею такого владыку. Кто знает это удовольствие, как должно знать, тот не чувствует других удовольствий. Это есть удовольствие во собственном смысле. А все прочие только носят имя удовольствий. А на самом деле не таковы. Оно возвышает человека. Оно освобождает душу от тела. Оно возносит к небу. Оно поставляет выше всего житейского. Оно избавляет от зла. И весьма естественно, если пленяющиеся красотой телесною не чувствует удовольствия ни от чего другого в жизни, но стремятся только к одному, к лицезрению любимого предмета, то любящий Бога. Как должно любить, может ли чувствовать что-нибудь приятное или прискорбное в настоящей жизни? Не может ничего. Он выше всего этого, наслаждаясь бессмертным удовольствием, потому что таков и предмет любви его. Любящие что-нибудь другое скоро и против воли добывают любимые предметы. так как они увядают и погибают. А эта любовь беспредельна, бессмертна, доставляет высшую радость и большую пользу и тем самым еще более воодушевляет любящего, что никогда не уничтожается. Пою имени своему Всевышний. Это особенно свойственно любящему. Любящие поют песнопения в честь любимых, и хотя бы сами не видели их, утешают себя пением. То же самое делает и пророк. Так как Бога видеть невозможно, то Он составляет в честь Его псалмы, ходит с Ним в общение посредством песнопений, воспламеняет свою любовь и как бы созерцает его, или лучше посредством песнопений и псалмов возбуждает любовь к Нему во многих других. Как любящие провозносят своих любимых похвалами и везде прославляют имена их. Так точно поступает и пророк. Пою, говорит, имени Твоему Всевышний. Смотри, как Он отрешился от земли и всем своим существом прилепился к тому высочайшему существу, предав себя Богу. Потому Он непрестанно и повторяет имя Его, что так свойственно поступать любящему. «Когда возвратятся враги Мои назад, изнемогут и погибнут от лица Твоего». Другой переводчик говорит, «Когда враги Мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим». Их 4, столом 9. И это особенно свойственно любящему, чтобы постоянно говорить о благодеяниях любимого и восхищаться ими. Это происходит от любви и опять возбуждает любовь. Не погрешит тот, кто скажет, что пророк говорит здесь и о невидимых врагах, потому что и они обращаются назад, когда встречают душу мужественную. Как копье ударяется о щит слабый, пробивает его, а ударяется твердый и упругий, не причиняет ему никакого вреда, но затупившись, отражается назад, так точно бывает и с душою. Если дьявол находит душу слабую, беспечную, то бросаемые им стрелы проникают в глубину ее. Когда же находит крепкую и сильную, то удаляется без успеха, не причинив ей никакого вреда, так что происходит двоякая или лучше троякая польза. В душе он не причиняет никакого вреда, но еще делает ее более крепкою и сам от того становится более слабым. Смотри, как пророк возвещает силу Божию. «Изнемогут и погибнут», говорит от лица твоего. Слышь опять о лице Божием, не подразумевая ничего телесного. Здесь он выражает деятельность явления Бога и легкость, с какой действует сила его. Как говорит он в другом месте, «Презирает на землю, и она трясется». Солом 103, 32. То же самое он выражает и здесь. «Одного взгляда его достаточно для того, чтобы погубить нечестивых». Если присутствие святых делает силу бесов бессильную, то тем более присутствие Божие. Если молния его являясь устрашает всех, то представь, как нетленная сила его устрашает и погубляет злых. Видишь ли свойство песнопения? Видишь ли способ словословия, как пророк возвещает силу Божию? Немаловажный урок любомудрый он преподает нам и здесь, в словах «Пою имени Твоему Всевышний». Когда враги мои обращены назад. Какой же именно? Тот, что он не только во время бедствий, но и во время благоденствий не забывался. Многие, будучи смиряемы бедствиями, делаются более ревностными к добродетели, а наслаждаясь благами, становятся нерадивыми и беспечными, как говорит он далее об Иудеях. «Когда он убивал их, тогда искали его». Салон 77, 34. Но не таков был псалмопевец. Он и во время благоденствий не забывался и бодрствовал. Немало научают любомудрию и следующие слова. «Ибо ты производил суд мой и тяжбу мою». Стих 5. Салом 9. Другой переводчик говорит. «Защитил меня». «Ты воссел на престоле, судья праведный, вознегодовав на народы. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки». Стих 5, 6. Салом 9. Посмотри опять на любомудрия этого мужа. Он не сам мстит врагам, но предоставляет суд Богу, исполняя заповедь апостола. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Римлянам 12, 19. И не только это нужно заметить, но и то, что он терпел бедствия незаслуженно. «Если бы он терпел их не незаслуженно, то Бог не отпустил бы за него». «Ты воссел на престоле, судья праведный». Здесь он выражается человекообразно, представляя престол и седалище. Слова «судья праведный» означают то, что особенно свойственно Богу и составляют отличительную принадлежность существа Его. О людях нельзя сказать этого. Они, как бы ни были праведны, не всегда судят по правде. Не зная правды, иногда по невежеству, а иногда по беспечности. Бог же, будучи свободен от всего этого, и зная, и желая, произносит суд праведный. Таким образом слова «сел на престоле» означают «ты судил, ты отмстил, ты воздал». Запретил народам и погубил нечестивого. Видишь, как Бог не имеет нужды ни в оружии, ни в мече, ни в луке, ни в стрелах, но все это, говорится, человекообразно. Для Бога довольно запретить, и достойные наказания погибнут. А чтобы ты воле узнал силу Его, выслушай следующее. «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки». Стих шестой. «То есть погубил совершенно, вырвал с корнем, так истребил, что исчезла сама память о них. У врага совсем не стало оружия». «У врага совсем не стало оружия». Стих седьмой. Другой переводчик говорит «развалины». В еврейском «пустыни» и «грады разрушил их». Что это значит? «Уничтожив, говорит, козни и замыслы нечестивого, ты лишил его собственного его оружия». Таков гнев Божий. Он все испребляет и уничтожает. Или, как научает нас другой толкователь, сказавший в пустыне, «ты не только разрушил города их, но и пустыни истребил, и города уничтожил». Так вел войну праведник. Так он побеждал врагов своих, употребляя не оружие и копья, но имея помощь от Бога. Потому и война его блистательна, и славна, и победа торжественна. Погибла память их шумом. Другой переводчик говорит, «погибла память их с ними». Что значит шумом? Означает или совершенное истребление, или общеизвестность бедствий. И это дело промышления Божия, что он совершает суд не тайно, дабы наказаниями одних исправлялись другие. Таким образом он выражает явность погибели. Но Господь пребывает вовек. Другой переводчик говорит, «будет сидеть». Сидение часто употребляется в смысле неизменяемости существа Божия. Как и Иеремия говорит, «ты пребываешь вовек». Пророк часто говорит это при изображении наказания людей, выражая с одной стороны бессмертность существа Божия, а с другой смертность человеческого рода. Существо и величие Божие не имеют конца. Это, будучи непрестанно напоминаемо, внушает нам страх, чтобы мы боялись Бога, и по той, и по другой причине, и по причине величия Его славы, и по причине ничтожества нашего собственного существа, и по тому, что Он пребывает вечно, и по тому, что Он наказывает вечно и ушахтно. Когда нужно объяснить что-нибудь в переносном смысле, то не должно оставлять этого. Иногда нужно и в словах Писания подразумевать нечто другое, а иногда нужно понимать их только так, как они сказаны. Например, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бытие 1.1. А иные должны понимать иначе, нежели как они сказаны. Например, «Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную». Притчи 5.17.19. Если ты, обратив внимание на эти слова, и желая уразуметь смысл их, не отступишь от буквальных выражений, то увидишь, что было бы очень бесчеловечно не давать никому даже воды. А здесь идет речь о жене, о том, что с ней нужно обращаться целомудренно, она называется источником и ланью, по причине чистоты супружеского сожития. Здесь так. А в других местах нужно принимать и самые слова, и подразумевать другой выражаемый ими смысл. Например, в словах «Как Моисей вознес змею» Иоанна 3.14. Здесь надо было верить, что это было, а было действительно, и разуметь выражаемый этим проброс Христа. Так и здесь. Не погреши тот, кто отнесет сказанным псалмопевцем к иудеям. «Ибо ты производил мой суд и мою тяжбу, ты воссел на престоле, судья праведный, ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними». Салом 9.5.7. «Всей вселенной известны бедствия распявших Христа, города их разрушены, и дьявольские ухищрения остались счетными действием промышления Христова, управляющего всем. Впрочем, оставим делать такие приложения любознательным и продолжим объяснение сказанного. «Приготовил для суда престол свой». Другой переводчик говорит «утвердил на суд». «И он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте». Стих 9. «Видишь ли, как пророк мало по магу усиливает речь? Упомянув о престоле, он изображает свойства этого престола, который составлен не из дерева или другого какого-нибудь вещества, но из правды. Он основан, говорит, на правде, и он будет судить вселенную по правде. Говорит и о настоящем, и о будущем. Суд всеобщий будет там, а частный бывает и здесь. Бог совершает многое и теперь, чтобы люди бесчувственные не подумали, будто все существует без промысла. Если здесь не все получают венцы, не удивляйся этому, ибо он назначил день, который будет праведно судить вселенную». Деяние 17.31. «А настоящая жизнь есть поприще, место подвигов, время борьбы, поэтому не все здесь получают по заслугам, но там уготованы праведникам награды, а грешникам наказания. Здесь ожидание и долготерпение, чтобы грехи были очищаемы покаянием, а там не то. Так человеку убийца, пока находится на пути, может исправиться и избежать наказания, а когда подвергнется приговору судьи, тогда для него остается меч, палач и могила. Так и здесь. Пока мы находимся в настоящей жизни, то для нас возможно исправиться и избежать наказания, а когда отойдем туда, то будем плакать тщетно, потому что приготовил для суда престол свой. Не погрешит и тот, кто слово приготовил, будет понимать так, как оно сказано, потому что у Бога все готово, и наказания, и венцы, и приговоры. Для Бога нет ни ожидания, ни времени, ни промедления, и живые не предварят умерших, как говорит Павел. Мы, живущие, оставшиеся в живых до пришествия Господня, не предупредим умерших. 1 Фессалоникийцам 4.15 совершит суд над народами по правоте. Посмотри на мудрость пророка, как он говорит и о настоящем, и о будущем. О настоящем вознегодовал на народы и погубил нечестивого. О будущем приготовил для суда престол свой. И он будет судить вселенную по правде. Он делает это для того, чтобы неверующие будущему убедились доказательствами из настоящего. И будет Господь прибежище угнетенному. Их 10, столом 9. Другой переводчик говорит изнуренному. Третий сокрушенному. Он часто называет себя нищим и убогим, хотя был царем. Так и в другом месте говорит, «Ибо я беден и нищ». Солом 39.18 Он знал, ясно знал, что все человеческое ничтожнее тени, что у нас нет ничего собственного, кроме добродетели, а все прочее подобно листьям, приставшим от вне. А что добродетель есть наша собственность, это видно из следующего. Куда бы мы ни пошли, мы несем ее с собою, а все прочее нет. Следовательно, она собственность наша, а все прочее чужое. Как из людей мы называем своим того, кто близок к нам, так и добродетель мы называем принадлежащую нам больше, нежели богатство, потому что она всегда близка к нам. 117. Посмотри на признательную и любомудрую душу пророка, хотя он имел и коней, и войско, и многое другое, но оставив все это, он призывает помощь свыше и все свое спасение возлагает на Бога. Не сказал, моим прибежищем были войска, или деньги, или стены, но будет Господь прибежищем угнетенному. Он сам говорит, доставил мне безопасность. Ничто не может сравниться с этим убежищем, как по удобству, так и по безопасности. Прочие убежища подвергаются опасностям и не могут быть найдены скоро и в готовности, но бывают ненадежны и по времени, и по месту, и по множеству других обстоятельств, а это убежище находится близ тебя, если только ты будешь тщательно искать его. «Тогда ты вас зовешь, и Господь услышит» Исайя 58,9 «Разве я Бог только вблизи, а не Бог и вдали» Иеремия 23,23 Здесь нам не нужно ни бежать, ни предпринимать путешествия, но и сидя дома можно находить это убежище. Иногда Бог избавляет от опасностей, а иногда через них делает людей славнее, сильнее врагов. И при том, как то, так и другое подает в надлежащее время. Если находящие это убежище ведут себя смиренно, то Он подает то и другое. Если же они не вполне показывают такую добродетель, то Он ограничивается первым, чтобы они, получив и второе, не возгордились. А что действительно это часто доводит до гордости, можешь убедиться примером Езекии, который возгордился именно по той причине. Впрочем, Бог не забыл его, но так как счастливая победа поселила в душе его гордость, посредством болезни довел его до раскаяния. Исайя 38,1 В надлежащее время благовременно. Здесь пророк говорит о двоякой благовременности, о том, что Бог помогает и что помогает в надлежащее время. Благовременностью Он называет здесь скорбь. Почему? Потому что она есть мать любомудрия, может освободить человека от смерти и особенно привлекает помощь Божию. При ней исчезает ленность и беспечность. При ней мы делаемся усерднейшими в молитвах. Как ненастное время есть самое лучшее для земледелия, так и скорбь для попечения душе. Хотя мы всегда имеем нужду в помощи Божьей и во время благоденствия, но особенно тогда, когда находимся в скорби. Помощник. Этим выражением Он внушает нам и нечто другое, именно то, что и сами мы должны быть деятельными, так как помогающий помогает делающему. Поэтому мы не должны оставаться в бездействии, но привносить из своей стороны молитвы, милостыни и все прочее. И соратники помогают тем, которые сами сражаются, а не тем, которые пали духом и бездействуют. Итак, если хочешь получить помощь от Бога, не оставляй ничего, зависящего от тебя самого. Так и Оу получил помощь, потому что сам твердо стоял и боролся. Так и апостолы, потому что сами были деятельны и будут уповать на тебя знающие имя твое. Стих 11, псалом 9. Другой переводчик говорит, и будут надеяться. Пророк часто поступает так, обращается от молитвы к увещанию, будучи учителем вселенной и предлагая всем сокровища любомудрия. Хорошо сказал он, будут уповать на тебя знающие имя твое, знающие, говорит, тебя, твое содействие и твою помощь, имеют срочный якорь, сильную защиту и несокрушимую крепость в надежде на тебя, не только обещающего избавить от бедствий, но не допускающего смущаться и среди самых бедствий. Подлинно кто отрешился от всего человеческого и придался надежде на помощь свыше, тот не только получает скорое избавление от бедствий, но и среди самых бедствий не колеблется и не смущается ободряемой надеждою на этот якорь. Так три отрока не только избавились из печи, но и находясь печи, не смущались, потому что были уверены в помощи Божьей. Поэтому другой переводчик говорит и будут надеяться или будут уверены. Безопасность происходящая от надежды на Бога гораздо надежнее самой власти во время бедствий, потому что последнее человеческое, а первое божественное и непреодолимое. Сказав, что Бог был помощником и прибежищем, пророк объясняет и то, как это бывает. Как же это бывает, если мы постоянно надеемся на него? Если же он не вдруг избавляет от бедствий, то это бывает для твоего испытания. Как имея возможность не допускать в тебе бедствий, он допускает для того, чтобы сделать тебя более крепким. Так и имея возможность избавить от них в самом начале, он медлит и отсрочивает для того, чтобы укрепить свое терпение, упражнять свою надежду и усилить твою любовь к нему. Он не попускает нам непостоянно бедствовать, чтобы мы не очерчались, непостоянно благоденствовать, чтобы мы не пали. Ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Другой переводчик говорит, ибо не оставил. Тоже говорит, ты в другом месте. Воззрите на древние роды и увидите, кто надеялся на Господа и призывал и на его, тот не постыжался и не был презрен. Иисус Святой Натерахов 2.10. Но как можно искать Бога, который существует везде? Ревностью, усердием, отрешением от всего житейского. Так нередко имея что-нибудь пред глазами и в руках, мы не знаем этого. Везде ходим и ищем того, что находится у нас, когда наши мысли обращены к чему-нибудь другому. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен, или кто пребывал в страхе его и был оставлен, или кто взывал к нему и он призрел его. Как же мы можем искать Бога? Если устремим к нему свои мысли, если отрешимся от всего житейского, кто ищет, тот стремится к искомому предмету, изгнав из души все другое. И не просто нужно искать, но изыскивать. Кто изыскивает, тот не только сам ищет, но и прибегает к помощи других, чтобы найти искомое. Из предметов житейских мы часто, ища чего-нибудь, не находим, а в предметах духовных не бывает этого. Но всякий ищущий непременно находит, потому что как только мы приступаем к исканию, Бог не попускает нам долго мучиться, как сам Он говорит. Всякий ищущий находит. Матфея 7, 8. Пойте Господу живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его. Салом 9, стих 12. Что говоришь ты, тот, кому небо служит престолом и земля подножием, у кого в руке концы земли, Исаия 66, 1, Салом 94, 4, обитает в Сионе? Да. Под обитанием он, разумеет, здесь не заключение в жилище, потому что величие Божие беспредельно, а особенное благоволение его к этому месту и особенную близость к нему, чтобы через такое снисхождение привлечь к себе иудеев. Так и у нас тот дом называется нашим, к которому мы особенно расположены, так и в нас Бог обитает, не заключая себя в нас, не находясь в особенной близости к нам. Сионом же в переносном смысле называется церковь. Приступили к горе Сиону и церкви первенцев Евреям 12-22. И справедливо, церковь называется горою по ее твердости, крепости и непоколебимости. Как невозможно поколебать гору, так и церковь Божию. Возвестите в народах дела его. Салмопевец желает, чтобы люди были провозвестниками благодеяний Божьих и никогда не скрывали даров его и желает этого всегда для блага как возвещающих, так и слушающих, потому что и те, и другие отсюда получают пользу, если будут внимательны, ибо он взыскивает за кровь их. Стих 13. Видишь ли, о каких начинаниях говорит он о благодеяниях? Здесь же он внушает великую истину именно ту, что убийство не совершается безнаказанно, а непременно подвергнется наказанию, как и Моисеев книги Бытия говорит, кровь вашу взыщу. Бытие 9.5 Это знак беспредельного промышления, внимательнейшего попечения его. Если же он наказывает не вдруг, не удивляйся этому, он дает грешникам время покаяться. Не забывает вопля угнетенных. Посмотри опять, как угнетенный пользуется его благоволением. Впрочем, здесь говорится не просто об угнетенных, но о тех нищих духам, о которых говорит Христос. Смотри опять 3. Потому что особенно молитвы тех бывают услышаны, которые смирены и сокрушены сердцем. Здесь внушается и то, и другое. И молитва, и смирение. На кого призрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред словом моим. Исайя 66.2 И всегда смирение служит к успешному возношению молитвы, потому что Господь близок к сокрушенным сердцем. Потому молящийся особенно должен быть чужд надменности, чего требует и Павел, когда говорит без гнева и сомнения. 1 Тимосевик 2.8 Хорошо сказал псалмопевед вопль угнетенных, называя воплем расположение души, а не звук голоса. А словом не забывает, он выражает, что они непрестанно взывали к Богу, но не тот час получали просимое. Какой же смысл содержится в этих словах? Не подумайте, что Бог забыл и потому не отвечает. Не отвечает. Ему свойственно преследовать такие дела, хотя бы даже никто не взывал к нему, а когда взывают и сами взывающие смиренные, то тем более. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти. Чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дочери Сеоновой, буду радоваться о спасении Твоем. Стих 14, 15, салом 9. Другой переводчик говорит, песнопения Твои, третий, похвалы Твои. Посмотри, как пророк постоянно предается молитве, и избавившись от бедствий, и находясь в безопасности, он не перестает молиться и говорит, помилуй меня, умоляя Бога о будущем. Подлинно, мы всегда имеем нужду в божественном промышлении, и еще более тогда, когда избавились от бедствий, потому что в это время нам предстоит другая борьба, которая труднее прежней, борьба с ленностью и гордостью, и дьявол тогда нападает сильнее, поэтому особенно после избавления от бедствий нам нужна небесная помощь, чтобы нам хорошо пользоваться благоденствием. Так и иудеи, освободившись от египтян, вели жестокую борьбу с самонадеянностью и беспечностью, но они не могли вести ее хорошо, почему тогда особенные подвергались смерти, они не могли мужественно стоять ни против чревоугодия, ни против малодушия, но подражали страстям египтян, которые погубили их. И Давид, когда избавился от гонений Саула и от других врагов своих и достиг спокойствия, тогда и подвергся более опасной борьбе, страсти невоздержания, которая довела его на тягчайшую наказание. Таким образом, особенно тогда и нужно бояться, когда мы избавляемся от бедствий. 121. Как мы боимся не столько привязанного зверя, сколько отвязанного, так точно и порока. Можно бояться менее во время скорби, потому что тогда он бывает связан скорбью и другими узами, а во время благоденствия особенно нужно бояться его. Действительно, часто можно видеть, что благоденствие производит больше зла, нежели бедствия. Так Езекия после победы едва не погиб, потому и салмопевец в другом месте говорит, благо мне, ибо смирил меня. Салом 98, 71. И здесь он и спрашивает милости после избавления от бедствий и причины помилования приводит то, что он тяжко страдает, видит смирение мое от врагов моих. И еще возноси от враг смертных. Я прибегаю, говорит, к защитнику и промыслителю, который всегда подает мне руку помощи. Видишь ли, как он, молясь о будущем, остается благодарным за прошедшее и выражает двоякое благодеяние. Он не сказал избавляющий меня от враг смертных, но возносящий меня, потому что благодеяние Божие не ограничивается одним избавлением от бедствий, но и делает избавляемых дивными, славными, знаменитыми, высокими. Так же не сказал от двери, но от врат, выражая множество опасностей. Чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах дочери Сионовой. Что советовал делать другим, тоже делает и сам. возвестить и говорит в народах начинание его. Что же теперь и я буду делать? И делать не просто в присутствии одного, двух или трех, но среди множества зрителей возрадуются о спасении твоем. В этом мой венец, в этом моя диадема, чтобы одержать победу через тебя, чтобы получить спасение через тебя. Так и мы будем искать спасение не каким-нибудь образом и избавление от бедствий не как бы то ни было, но от Бога. Говорю это к тем, которые во время болезней употребляют заклинания и прибегают к другим чародействам для облегчения болезни. Это значит искать себе не спасения, а погибели, потому что величайшее спасение есть то, которое получается от Бога. Обрушились народы в яму, которую выкопали в сеть, которую скрыли они, запуталась нога их. Солом 9, стих 16. Другой переводчик говорит, погрузились по губою, он называет порог, потому что ничто так не губит нас, как порог. Нет, ничего бессильнее человека порочного нет. Он побеждается собственным своим оружием. Как железо гибнет от ржавчины и мех от моли, так и грешник от порока. Таким образом, грех, еще прежде наказания Божия, сам собою мстит тому, кто совершает его. Так как пророк много говорит о небесном правосудии и помощи Божьей, из которых первое открывается не вдруг, но часто замедляется и отсрочивается, отчего многие делаются еще более нерадивыми, то теперь он внушает, что наказание недалеко, что оно постигает людей порочных, как и Павел говорит, получает самих себе должное возмездие, Римлянам 1, 27, и смотри, какие точные он употребляет выражения, самих себе, говорит, то есть насильно удержаны, подвержены с неизбежному несчастью. Порочное, говорит, связывает себя неразрешимыми узами, это сбылось на апостолах иудеях, иудеи, восставая против апостолов, им не причинили никакого вреда, а себя подвергли бесчисленным бедствиям, лишившись города, свободы и всего прочего. Проповедь апостолов распространялась, а злоумышленники погибали. Так и ввергавшие трех отроков вавилонскую печь, сами погибли от нее. Так было и при Данииле. Впрочем, при нем это произошло по справедливости, потому что ввергавшие сами ввергали его в ров. А почему при трех отроках, тогда как согрешил царь, подвергаясь наказанию стоявшей при печи? Потому что они уже были объяты пламенем, послужив повелению тирана и поклонившись золотому изображению. Сети сей скрыты. Посмотри, как он выражает крайнюю их виновность. Так как дело их было постыдно, то они скрывают его и сами стараются скрыться. Познан был Господь по суду, который он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Другой переводчик говорит Познан был суд сотворил, наказуя, карая, отмщая. Видишь ли еще благодеяние от наказания? Оно не только делает наказуемых более ревностными, но и распространяет свет богопознания, и отсюда еще более можно видеть, как Бог печется о людях. Так, когда Он позволил, чтобы стадо свиней бросилось с утеса и утонуло в море, тогда люди особенно испугались. Марка 5, 13, 18. Почему же Он не делает этого постоянно? Потому что желает, чтобы люди не насильно, а добровольно совершали дела добродетели, побуждаемые к тому не столько наказаниями, сколько благодеяниями, но скажут, не гораздо ли лучше быть добрым по принуждению, нежели злым по свободному расположению? Невозможно быть добрым по принуждению. Кто добр только потому, что связан, тот не останется добрым навсегда, но получив свободу, возвратится к злу, а кто воспитывается так, чтобы сделаться добрым по свободному расположению и сделается таким, тот останется твердым в доброте. В делах рук своих увяз грешник, не сказал рук божьих, но рук самого грешника. Видишь ли, как он разнообразит речь, представляя то наказание происходящее свыше, то наказание происходящее от порока. Где наказание свыше? Знаем, есть Господь, говорит, суды творящий. Где наказание от порока? Углубились народы в пагубу сотворившую. И далее изображая наказание происходящее от порока, говорит, в делах рук своих уязвлен грешник, говорит, не об одном наказании Божьем, потому что Бог часто ожидает и медлит, и не об одном наказании от порока, потому что многие спокойно предаются ему, но подтверждает речь свою тем и другим, поэтому и продолжает, поэтому и продолжает, в делах рук своих увяз грешник. Другой переводчик говорит, перстов своих. Таким образом, когда ты строишь козни, то не думай, что строишь их другому, ты сплетаешь сети самому себе. Да обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога. Стих 18, Салом 9. Другой обратятся. Опять он останавливается на том же, доказывает, что порог неизбежно сопровождается наказанием, что нечестие производит смерть, а грех бедствия, ибо не всегда забыть будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Стих 19, Салом 9. Другой переводчик говорит, не до конца ожидания кротких. Хорошо сказал он, не до конца, внушая, что не всегда нужно искать спокойствие. Как обнаружится терпение, если всегда будет спокойствие? А смысл слов его следующий, порочные будут наказаны и потерпят крайнее бедствие, потому что Бог не попустит обижаемым постоянно терпеть обиды. Этим он и последних ободряет, и первых устрашает, и показывает человеколюбие Бога, который замедлением наказания делает одних более опытными в добродетели, а других привлекает к покаянию. Смотри, какой чести удостоиваются бедные, не просто бедные, но смиренные сердцем, потому что они особенно и способны к терпению, или лучше сказать, одно происходит от другого, от смирения терпение, а от терпения смирение. Если же кто-нибудь спросит, почему под бедностью разумеется смирение, то мы скажем, потому что она особенно способна к добродетели. Богатый проводит жизнь в беспокойстве и смятении, а бедный легко переносит все, часто упражняя свои силы в борьбе с бедностью, как бы наристалище, потому и Христос говорил, что он с богат, что с богатством трудно войти в царствие. Матфея 19.23 Что значит терпение угнетенных не погибнет до конца, значит никогда не погибнет и непременно получит свой плод. Это не всегда бывает в делах житейских, где часто цель не достигается и труды пропадают. Так земледелец ожидает плодов и купец пользы, но часто от неблагоприятной погоды тот и другой лишаются плода трудов своих. У бога же этого не бывает. Напротив, всегда непременно цель достигается, а постоянная уверенность в достижении цели служит немалым утешением. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Своим, их двадцать столом девять. Другой переводчик говорит, да не будет дерзким, да судятся народы пред собою, другой, и пред лицом Твоим, сказав о нечестии, которая владела многими из людей, упомянув о пороках их, хищении, корыстолюбии, убийствах, пророк просит у Бога помощи обижаемым. Таково человеколюбие святых, они не заботятся не только о тебе самих, но о всей вселенной, как об одном доме, и молят Бога о всех людях, как об одном теле. Восстань, Господи, да не преобладает человек. Отмсти, говорит, помоги, накажи несправедливых, и хорошо он употребляет такие прямые выражения. Восстань, Господи, и да не преобладает человек, дабы показать, что человек ничтожен, происходит из земли, есть прах и пепел, да судятся народы пред тобою. Что означают эти слова? Пусть, говорит, будут судимы за грехи свои, они не сделали с лучшими от твоего долготерпения, потребуй же отчета в их преступлениях. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Что значит постав законоположителя над ними? Так как они, говорит, делают все самоуправно, и да будет для них наказание вместо внушения. Тоже говорит и другой переводчик, выражаясь так, наведи, Господи, страх на них, смотри, как он желает им, не наказания, но того, чтобы они научились, исправились, и не жили беззаконно. Да будет им, говорит, наказание вместо внушения, и не только им, но и другим. А чтобы ты видел, какая отсюда польза, как это истребляет их болезнь, выслушай следующее. Да познают народы, говорит, что люди они. Смысл слов его такой, многие утратили, и это забыли, о своей природе, дошли до безумия, не знают сами себя. И хорошо прибавил он, постоянно выражая, что нужно знать это, не только во время бедствий, но и во время благоденствия. Если ты накажешь их теперь, то не чувствуя сильный страх, и помни постившие их бедствия, будут знать свою природу, и тогда, когда достигнут благоденствия. 126. Видишь ли, как пророк молится за них, и желает, чтобы они оставили свое безумие, подлинно не знать самих себя, крайнее безумие, умопомешательства. Последней есть болезнь невольная, а первая есть вследствие развращенной воли. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? Стих 22, салом 9. Пророк говорит это от лица обижаемых, прося и умоляя Бога, а отнюдь не укоряя Его. Многие из страдающих побуждаемые скорбью прежде надлежащего времени просят произвести суд. Подобно тому, как подвергающиеся отсечению просят врача оставить их прежде, нежели отсечение совершенно окончено. Просят вредного для себя, потому что не могут переносить боли. Они часто кричат врачам «Ты замучил меня! Ты погубил меня! Ты убил меня!» Но это слова не разума, а боли. Так точно говорят и многие из малодушных во время скорбей не переносят трудностей. И Сафония также высказывает подобные слова. Сафонии 3.1 Но это в Ветхом завете, когда требовались умеренные подвиги. Вновь же это не совместно с любомудрием. 23 стих Салом 9 По гордости своей нечестивой преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Другой переводчик говорит «Да увязнут, ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога». Птики 24 25 Приняв на себя вид ходатай и прося за обижаемых, пророк выражает и свойственны им прискорбные чувствования, которые происходят от слабости человеческой, потому что человек обижаемый, не видя наказания и достойно возмездия своему обидчику скорбит, не перенося благоденствия человека нечестивого, а для последнего и это немалое наказание. Потом салмопевец просит, чтобы они получили наказание, чтобы козни их обратились на них самих, и говорит о невыносимом виде нечестия. о каком о каком же именно ибо хвалится грешный в похотях души своей. С чем нужно скрываться, чего должно стыдиться, за то самое, говорит, хвалят его, удивляются ему. Как же возможно будет исцеление, когда порог удостоивает похвалы? Это бывает и ныне. Одного превозносят как достигшего власти, другого как отместившего врагам своим, третьего как человека благоразумного за то, что отнял у всех имущество. Когда он погубил себя, говорят, он устроил себя, другие говорят другое, о предметах же духовных ни одного слова. Не скоро похвалят человека удаляющегося от дел, равный любящего бедность, но хвалят богатого предприимчивого льстивого, принимающего на себя раболепные обязанности без всякой пользы. Это и оплакивает салмопевец. Каспарок усилился до такой степени, что им восхищаются и хвалятся, и что всего хуже, не стыдятся его, а напротив порочный не только сам хвалится своими делами, но слышит себе похвалы и от других. Что может быть хуже такого безумия? Потому что беззаконник, похваливший по похоти души своей и корыстолюбец одобривший, раздражил Господа. Когда возвысится гнев его, не взыщет. Третий переводчик говорит, потому что нечестивый восхвалил в похоти души своей, и корыстолюбец одобрив, поносил Господа. Нечестивый по высоте гнева своего не взыщет. А 70 толковников раздражи Господа грешный по множеству гнева своего не взыщет. Видишь, до чего простирается держа с нечестивого? Что я говорю, продолжает пророк, что он оскорбляет бедных, он раздражает самого Бога, и по множеству гнева своего говорит не взыщет, то есть Бога. Другой же переводчик относит это к нечестивому, выражает, по высоте своей, то есть гордости, тщеславию. Видишь ли великость безумия и развращения его? Он становится врагом и противником своих ближних, чуждым для добродетели, любителем и хвалителем пороков. Хорошо далее сказал другой переводчик, нет Бога во всех помышлениях его, выражая, что он не ищет Бога, исполнен тьмы, не имеет страха предачами его, как гной ослепляет глаза, так и порог душу человека и увлекает его в пропасть, нет Бога пред ним. Другой во всех мыслях его, оскверняются пути его на всякое время, отемлются судьбы твои от лица его. Стих 26. Другой взят суд твой видишь ли плоды нечестия, свет ума его погасает, мысли его притупляются и сам он отдается пленникам пороку. Как слепец часто падает в яму, так и он, не имея страха Божий предачами, постоянно проводит жизнь в нечестии, не так, чтобы то в благочестии, то в нечестии, но постоянно в нечестии, не помнит ни гиены, ни будущего суда, ни воздаяния, но отвергнув все эти побуждения, как узду, подобно ненагруженному кораблю, предается опасным ветром и буйным волнам, не имея никого, кто бы управлял его душою. Видишь ли, как порочный в самом пороке находит наказание, что может быть хуже необузданного коня, ненагруженного корабля, ослепленного человека. 128. Но всех их несчастный человек порочный, погасивший в себе свет страха Божия и отдавшийся в плен нечестию, говорит в сердце своем не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла. Стих 27, салом 9. Другой переводчик говорит, всех врагов своих сдувает, говоря, в сердце своем не поколеблюсь в род и род, потому что не буду в несчастье. Видишь ли безумие, видишь ли невыразимое бедствие, видишь ли постепенно возрастающую погибель, видишь ли, как состояние, почитаемое безумными, блаженством исполнено великих бедствий, как оно падает. Грешника хвалят во грехах его и благословляют в беззакониях его. Это первая пропасть, которая может погубить невнимательного. Поэтому лучше принимать тех, которые укоряют и вразумляют, нежели тех, которые хвалят и льстят при самой погибели, потому что последние развращают беспечных и располагают к большим порокам. Так и этого грешника, расположив гордости, они довели до безумия. Потому и Павел, говоря о прелюбодеях, то же самое внушает Коринфянам и говорит, вы возгордились вместо того, чтобы плакать. Первое Коринфянам 5.2 Нужно много оплакивать, а не хвалить грешника. Видишь ли, крайнее развращение, когда порочный не только не осуждается, но даже удостоивается похвалы. А отсюда, от собственно безумия и похвал он увеличил свою порочность, забыл о страхе Божьем и правосудии его, забыл даже о своей собственной природе. Подлинно, кто забывает о правосудии Божьем, тот впоследствии времени забывает и о самом себе. Посмотри, как рассуждает он, я не поколеблюсь в род и род, но останусь без зла. Что может быть безумнее такого суждения, когда человек, существо тленное, окруженное предметами скоро приходящими и подверженное бесчисленным переменам, питает такие мечты. Откуда это происходит? От безумия. Когда безумный наслаждается благоденствием, одерживает победы над врагами, удостоивается похвал и удивления, тогда он бывает хуже всех. Не ожидая перемены своего состояния, он неблагоразумно пользуется и счастьем, а подвергшись несчастью, не будучи к тому подготовлен, он смущается и теряется, не таков и он. Он и среди счастья каждый день ожидает несчастья, потому и говорил, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Иова 3, 25, 26. Но этот грешник, однажды развратившись, не смотрит на дела человеческие, а на основании своего благоденца считает их непоколебимыми. Это знак крайнего безумия и растления и причина погибели. И так не считай блаженными людей богатых, одерживающих победу над своими врагами и получающих за это похвалы. Все это опасные пропасти для невнимательных, увлекающих самую глубину нечестия. Стих 28, салом 9. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучения и пагуба. Другой переводчик говорит, бесполезное, но сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Стих 29. Другой говорит, сидя в засаде за двором, очи его на нищего, подстерегает в потаенном месте, как клев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая все эти свои. Стих 30. Другой в логовище своем сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. 31. Другой в кенетах говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Видишь ли, как он сделался даже диким зверем? Пророк описывает его как зверя, изображая его коварства, засады, умыслы. Кто может быть несчастнее и беднее его, если он нуждается в имуществе бедного? Его ли, скажи мне, мы назовем богатым? После этого можно назвать богачом и вора и разбойника? Нет, говорит пророк. Что в том, что он не подкапывает судилищ и не нападает ночью, если он обманом погашает свет судьи? Что в том, что он нападает не на спящих, а всегда на бодрствующих? Он оказывается еще бесстыднейшим, поэтому и законы сильнее наказывают мошенников, ворующих днем. Видишь ли его бедность и вместе жестокость? Бедность потому что он желает принадлежащего бедному, жестокость потому что он не трогается несчастьем ближнего, но вместо того, чтобы сжалиться и помочь бедному, сам притесняет его. Впрочем, дела его не останутся без наказания, но когда он будет чувствовать себя сильным, когда будет думать, что достиг своей цели, когда станет считать себя непобедимым, тогда и погибнет, чтобы открылись и мудрость Божия, и терпение бедных, и его неисправимость, и незлобие, и долготерпение Божие. Наказание не вдруг постигает его, потому что Бог своим долготерпением призывает его к покаянию, а когда он от долготерпения не получает никакой пользы, тогда Бог вразумляет его наказанием. Подвергшиеся его притеснению не потерпели никакого вреда, но еще сделались лучшими и славнейшими от скорби, и Бог ожидая, явил в свое незлобие и долготерпение, а после долготерпения силу и могущество поразил нечестивого тогда, когда тот считал себя сильнее себя самого. Так он, оставшись неисправимым, подвергся жесточайшему наказанию, и это немалое вразумление для благоденствующих. Итак, когда ты одержишь победу над врагами, и когда будет все тебе благоприятствовать, то не предавайся беспечно жизни порочной, но тогда ты и бойся еще более, потому что тогда возрастает своя порочность, не остается для тебя оправдания, отнимается у тебя всякая надежда на прощение, если ты остаешься порочным. Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Стих 32 Салом 9 Посмотрев, какую низвергает он пропасть погибели, какие составляют суждения, не осмеливаясь по бесстыдству их, высказывать их явно, он содержит их в себе самом, восстает против истины и омрачает то, что яснее солнца по слепоте души своей. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных. 33 Стих Другой переводчик говорит Возвысь руку твою. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь, ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою, тебе предает себя бедный сиросет и помощник. 34 и 35 стихи Салом 9 Другой переводчик Ты видел, потому что на болезнь и гнев ты будешь взирать, чтобы предать в руку свою. Третий Чтобы они были преданы в руки твои. Так говорит беззаконник. Похититель корыстолюбит, пока он не испытал наказание, а пророк опровергая его суждения распространяется о долготерпении Божьем. Тот говорит Бог отвратил лицо свое и не увидит никогда. Он же напротив говорит, Ты видишь, взираешь и долготерпишь, пока нечестивые не впадут в руки твои. Что значит пока не будут преданы в руки твои? Пророк выразился человекообразно. Отмысл слов его следующий. Ты долготерпишь, ожидаешь до тех пор, пока они не предадутся крайнему нечестию. Хотя ты мог бы в самом начале остановить истребить их, но беспредельно море твоего долготерпения ты видишь и не отмщаешь, но ожидаешь от них покаяния. Если же они упорствуют, то наказываешь, когда они не получают никакой пользы от своего долготерпения. Сказал многое о людях притесняемых, пророк послушай, как раскрывает тоже и в следующих словах. Тебе оставлен нищий сиротет и помощник. Другой переводчик говорит, ты был, третий ты будешь. Смысл слов его следующий. Это твое дело, это особенно свойственно тебе, а что принадлежит Богу, того он не оставит и не выдавит. Так художнику свойственно строить, кормить и управлять кораблем, солнцу встретить, так тебе свойственно защищать сирот, простирать руку помощи бедным, никто так не оставлен, никто так не помогает им, как ты один. Это выражается словом оставлен здесь. Никто другой говорит, но ты один заступник сирых и бедных. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Стих 36, столом 9. Другой переводчик говорит, да взыщится нечести его, да не обретет он сам. Он просит, чтобы не сам грешник был сокрушен, но сила, власть, господство нечести его. Потом просит, чтобы и он подвергся наказанию, отдал отчет в делах своих и выражая великость нечести его, говорит, если это будет, то он не может устоять, не станет показываться, но погибнет, исчезнет, строится совершенно, когда будут исследованы дела его. И так пусть никто не плачет, подвергаясь сиротству и бедности, потому что в какой мере возрастают они, в такой же мере увеличится и помощь Божия. Пусть никто не превозносится своей властью и не надмивается. Это скользкое и опасное место, на котором очень легко могут упасть невнимательные. Господь царь навеки, навсегда, исчезнут язычники с земли его. Их 37, столом 9. Здесь пророк отвечает тем, которые смущаются и недоумевают о том, что грешники не тотчас подвергаются наказанию. Чего, говорит, ты боишься, чего страшишься? Разве этот судья временный? Разве царство его имеет конец, если грешники наказываются теперь, то непременно будет наказан после, потому что требующий этого пребывает и царствует вечно. Чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Стих 39, столом 9. Видишь ли, как много пророк говорит и печется о самих людях порочных, ведь они-то особенно и терпят зло, несправедливо обижаемый терпит только потерю имущества, а обижающий подвергается крайней опасности. В самом деле, не важно ли то, что такие люди даже не чувствуют болезни, в которой находятся, это высшая степень бесчувственности, и потому они особенно достойны сожаления, это знак несовершенного ума. Дети считают за ничто предметы опасные, они часто протягивают руки в огонь, а между тем боятся и пугаются, видя пустые маски. Подобно им и корыстолюбцы, боятся бедности, которая нисколько не страшна, но еще доставляет безопасность, и высоко ценят неправедно собранное богатство и любостяжание, которое страшнее всякого огня. Подлинно любостяжание всегда есть зло. Поэтому и пророк постоянно увесевает, воздерживаться от него, и угрожая, и устрашая, и умоляя бога восстать для наказания такой бесчувственности. Погибните, говорит он, народы земли. Угрожает им погибелью, а для несправедливо обижаемых просит бога быть помощником и защитником, чтобы и последние ободрились, и первые вразумились. Итак, пусть никто не гоняется за обилием богатства. Отсюда происходит много зол для невнимательных, гордость, пленность, зависть, тщеславие и другие гораздо большее. Но чтобы вам освободиться от всего этого, вырвите самый корень их корыстолюбие. Когда нет корня, тогда не растут и дурные растения. Все это сказано для того, только чтобы мы слушали, но чтобы исправлялись и являли многие добродетели о Христе и Иисусе, которому слава и держава резкий искол. Аминь.